МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Аргумент против. Юристы городской администрации изучили договор, предлагаемый НЖСК+, и обнаружили в нем существенные недостатки. Приговор оставить без изменений. Такое решение вынесут в отношении водителя, прокатившего на капоте госавтоинспектора. И вакансии открыты. Издательский дом Благовест готов принять в свои ряды целеустремленных и энергичных. Президент Путин поручил правительству к 2016 году передать в частные руки объекты ЖКХ всех государственных и муниципальных предприятий, деятельность которых признана неэффективной. Накануне глава государства озвучил комплекс мероприятий, которые необходимо осуществить в ближайшее время. Так, кроме приватизации неэффективных объектов до 15 ноября этого года, президент поручил утвердить комплекс мер по подготовке и повышению квалификации кадров для обеспечения эффективного управления в сфере ЖКХ. К 2017 году не менее чем в полтора раза должно снизиться количество аварий при транспортировке коммунальных ресурсов. А вот к 2020 году правительство обязано организовать процесс модернизации коммунальной инфраструктуры, а именно привести в порядок основные фонды коммуналки. На первичное восстановление фондов ЖКХ потребуется свыше 9 триллионов рублей. Если не изменим ситуацию в целом, эта цифра будет расти. «Я считаю, что необходимо привлекать частных инвесторов. К тому же руководителям регионов поручено принять меры, направленные на расторжение договоров с предприятиями ЖКХ, систематически не выполняющими обязательства по предоставлению соответствующих услуг. А органам исполнительной власти, в свою очередь, необходимо провести проверку муниципальных предприятий ЖКХ для выявления признаков аффилированности их руководителей и должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления», подчеркнул президент. А пока правительство решает глобальные коммунальные проблемы страны, в Ноябрьске продолжается обсуждение ситуации, в которую попали люди, чьи дома обслуживает НЖСК. Напомню, ее руководство приняло решение о создании новой управляющей компании НЖСК+, и намерены перевести туда жилой фонд, находящийся в их ведении. Договор управления, который предлагают подписать людям, проанализировали юристы администрации. Какие у них нашлись замечания и на что людям стоит обратить внимание, смотрите далее в рубрике «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Итак, первое, что по мнению юристов сделает НЖСК+, плюс, если люди подпишут с ней договор, так это снимет в себя ответственность за некачественное выполнение услуг, хотя бы потому, что в проекте договора четко не прописан перечень того, что обязуется выполнять обслуживающая организация. Управляющая организация, может, что-то недоглядела или еще что-то недосказала, собственники не обратили на это внимания, и получается, опять же, ущемление прав и интересов всех собственников. То есть, необходимые работы не будут выполнены, услуги не оказаны. Еще один момент, который касается обслуживания жилищного фонда. Управляющая компания в соответствии с договором обязуется делать работу только на те деньги, которые поступят от жильцов. Если, допустим, в многоквартирном доме 10 квартир недобросовестно оплачивают эти услуги, управляющая компания за счет недополученных денег будет выполнять работу в соответствии с поступившими деньгами. И, соответственно, время по узысканию этой задолженности возлагается по умолчанию на собственников же помещений. Управляющая организация по этому проекту договора сняла с себя эти полномочия. При этом закон не дает собственникам никаких прав регулировать этот вопрос. То есть, повлиять на соседей неплательщиков люди не смогут. А вот у управляющей компании такое право есть. Более того, жилищники вправе привлекать к борьбе с должниками и правоохранительные органы. Но случай, если форма управления становится непосредственной, с управляющей компанией взятки гладки. Явно невыгодным для собственников юрист администрации Ноябрьска считает и пункт договора, позволяющий НЖСК плюс ежегодно без согласия жильцов увеличивать тариф на содержание и ремонт жилья. Это вообще неприемлемо. Собственники в любом случае должны это все согласовывать. Управляющая организация прописывает в случае индексации, допустим, повышением тарифов на лифт, допустим, на вывоз ТБО. Они вправе пишут, что вправе самостоятельно поднять тариф. По нашему мнению, все вот эти вот увеличения стоимости оплаты коммунальных услуг должно все происходить по согласованию с собственниками. Потому что они должны видеть, за что, за какие работы поднимается цена. При этом помещение, которое входит в состав общего имущества, согласно договора для своих нужд НЖСК плюс может занимать на безвозмездной основе. А по идее, если бы управляющая компания платила жильцам за занимаемую площадь деньги, их вполне можно было бы расходовать на погашение каких-либо платежей. Например, на то же содержание и ремонт дома. В общем, прежде чем подписывать этот документ, в администрации рекомендуют его не просто досконально изучить, но и получить юридическую консультацию на предмет того, как сделать так, чтобы договор был выгодным, в первую очередь, для самих собственников квартир. Прежде чем подписывать любой документ, нужно внимательно с ним ознакомиться, возможно проконсультироваться. У нас тоже есть специалисты, которые могут проконсультировать по этому договору. Если какие-то вопросы возникают, в любом случае можно, может, возможно, к адвокату сходить, или на том же собрании решить эти вопросы. Потому что, если бегло прочитать договор, в принципе, он вроде понятен и ничем не ущемляет. Но если внимательно изучить его, в принципе, даже гражданин, не обладающий особоим познанием, в принципе, там все понятно будет. Как простому гражданину будет понятно, что это ущемляет его права и интересы. Ксения Епчева, Екатерина Котова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Креативный ремонт или ремонт наполовину. Именно так можно описать картину в одном из районов Ноябрьска. В нашу редакцию попали фотографии, на которых запечатлена необычная жилая постройка. Судя по всему, недавно здесь был ремонт. Или, напротив, его давно здесь не было. В общем, судите сами. На фотоснимках видно, что здание как будто разделено на две части. Левая только-только после ремонта. А вот правая ремонта не видела. Судя по всему, уже очень давно. Что послужило причиной того, чтобы одноэтажку отремонтировали на одну вторую, остается только догадываться. Приговор в отношении водителя, который провез на капоте полицейского, вступил в законную силу. Напомню, неординарный случай, который вызвал большой общественный резонанс, произошел в Ноябрьске в середине февраля. Несмотря на требования инспектора ДПС остановиться, водитель восьмерки резко набрал скорость. Чтобы не оказаться под автомобилем нарушителя, полицейских схватился обеими руками за капот. Однако этот факт бесстрашного лихача нисколько не смутил. И он продолжил движение. Таким образом, сотрудник ГИБДД проехал на капоте авто несколько сотен метров. Как оказалось позже, водитель-нарушитель был изрядно пьян. В апреле ноябрьский суд уже вынес приговор в отношении жителя города. Тогда ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но подсудимый с решением суда не согласился и обжаловал приговор. И вот сегодня стало известно, что судебная коллегия отклонила жалобу осужденного, оставив приговор без изменений. Проблема дефицита кадров в Центральной городской больнице по-прежнему актуальна. Сегодня медучреждение испытывает острую потребность в сотрудниках. По словам главного врача Игоря Жукова, первое, что отталкивает молодых врачей, это характерные для ноябрьско-климатические условия. Второй момент – это извечный квартирный вопрос. Пока город не готов обеспечить жильем вновь прибывших специалистов. Тем не менее, рассказал новостям нашего города Игорь Жуков, частично кадровая проблема будет решена уже этой осенью. На работу в ноябрьск ожидается приезд выпускников Тюменского университета. Однако даже появление новых сотрудников не закроет окончательно вопрос кадрового дефицита. На сегодняшний день у нас в учреждении, так же, как и во всех учреждениях округа, дефицит сохраняется кадров, потому что все-таки сам состав кадровых у нас по возрасту больше пенсионного возраста. Если в прошлом году насчитывалось 32% пенсионного возраста, в этом году порядка 25%. Люди пожилые у нас увольняются активно. Молодые специалисты трудоустраиваются, но их недостаточно в том объеме, который бы нам был необходим. На сегодняшний день до конца не решен вопрос все-таки предоставления жилья, что является основным условием для приема, так как заработная плата всех устраивает, и молодых специалистов в том числе. Есть возможность ее регулирования, то есть стимулирующими надбавками, но тем не менее, самый главный приоритет для молодых семей, для молодых специалистов остается жилье. Требуются такие специальности, как и в прошлом году, это реаниматологи, анестезиологи, участковые терапевты, педиатры. Очень необходимые, в которых мы просто остро нуждаемся, это узкие специалисты, офтальмологи, лор, врачи, то есть отоларингологи, ну и, конечно же, врачи клинической диагностики. Тем временем в округе решается вопрос о выделении средств на строительство диагностического центра, который объединит в себе не только лаборатории, но и обеспечит некоторые отделения ноябрьской больницы необходимыми помещениями. В первую очередь, в переселении нуждается женская консультация. В перспективе новые кабинеты потребуются и для детской поликлиники. Сегодня администрации города уже решен вопрос о выделении земельного участка под строительство, а руководством больницы подготовлены все необходимые документы. Если округ примет решение о внесении этого объекта в адресную инвестиционную программу и будет готов принять участие в финансировании, его строительство, то мечты медиков о новом здании, которое в первую очередь необходимо для удобства пациентов, станут реальностью. Берегите зубы с детства, не уставая, твердят стоматологи. Причем для того, чтобы сохранить зубы здоровыми и белыми, как правило, только лишь гигиенических мероприятий недостаточно. Так маленьким пациентам ноябрьские стоматологи предлагают проходить специальные профилактические процедуры. Подробнее расскажет Ольга Попова. У шестилетней Полины буквально на днях прорезались первые постоянные коренные зубы. Их врачи еще называют шестерками. На плановом приеме стоматолог советует родителям девочки покрыть зубки специальным материалом. Керметизация фиссур – это заливка определенным материалом неровности, ямок, создавая более ровную поверхность. Зубная щекотка, у нее щетинка больше, чем вот эта фиссурка. И она сверху только почистит, там внутрь не пройдет. А тот материал, он затечет, он жидкий, он затечет вот в эти фиссурки и закроет их, и они станут гладкими. И тогда зубная щетка его сверху почистить, и зубик будет чистый, хороший. Процедура для ребенка абсолютно безболезненна. И по времени – недолгая. Не больше 15 минут и зубки Полины под надежной защитой. Покусать. Удобно кусать. Нормально? Не мешает? Ничего? Ну, все, тогда молодец. Гарантия 9 месяцев. Сказали, что достоинство, что действительно кариес не будет образовываться. Процедура полезна, потому что детки все-таки у нас, во-первых, северные, во-вторых, зубки надо беречь с самого рождения, потому что это все-таки такое, что во рту остается то, что надо жевать. Без них мы никуда. Врач поясняет, это не лечение кариеса, это профилактика его возникновения. Поэтому покрывать герметиком надо только здоровые зубы. И желательно с процедуры не затягивать, а сделать ее в течение года после прорезывания постоянных зубов. Делается оно в определенном возрасте. Допустим, вот в 6-8 лет, когда зуб прорезался, в течение года нужно залить этим герметиком, чтобы зуб сохранился. В 10-11 лет и в 12-13. Потому что это сроки прорезывания постоянных зубов. Кстати, герметизацию фиссур детям делают не во всех стоматологических клиниках и даже не во всех городах. У ноябрьских родителей есть такая возможность. Кстати, эту процедуру можно сделать и в школьных стоматологических кабинетах. Есть светового отверждения герметики, есть химического отверждения, есть с определенными добавками, есть без добавок, которые создают только физический барьер, есть, которые способствуют минерализацию. Это все по показаниям. Герметизация фиссур, конечно, не панацея от кариеса. Если жевательная поверхность зуба у ребенка покрыта защитным составом, но при этом чистит он их когда и как придется, проблем не избежать. Так что о гигиене полости рта и об обязательных раз в полгода в посещениях стоматолога забывать не стоит. Ольга Попова, Анатолий Присич, новости нашего города. Престижная работа и достойная зарплата. Мечта любого жителя нашего города вполне может стать явью. Издательский дом «Благовест» объявил об открытых вакансиях в отделе продаж. Подробности в следующем материале. У нее нет высшего образования, но есть стремление приносить пользу компании и получать за это хорошие деньги. Она не ставит перед собой задачи объять необъятное, для нее важно разбираться в чем-то одном, но настолько, чтобы клиент всегда оставался в плюсе. Знакомьтесь, Мария Зиганшина, менеджер отдела продаж издательского дома «Благовест». Десять месяцев упорного труда, труда над собой, труда на благо предприятия и на благо партнеров медиа-центра сделали ее одним из ведущих сотрудников коммерческой службы «Благовеста». Она никогда не скрывала, работать здесь было ее мечтой. Очень хороший график. Суббота-воскресенье, то, что у нас выходной день, для меня немаловажно, потому что я могу помимо работы, то, что зарплата очень хорошая, стабильная, что я могу выходные дни провести, допустим, с семьей. Коллектив замечательный, дружелюбный. Я когда пришла работать, девочки, которые до меня работали, мне помогали во всем, дали мне знания. И я сейчас тоже готова, конечно, поделиться. Мы все поможем, покажем. Это, в принципе, не сложно. Самое главное от человека, то ли там девочек, то ли парень, который придет, чтобы было желание работать. Коммерческий отдел издательского дома «Благовест» был создан в 2002 году. Как только вещание на территории Ямала начал федеральный развлекательный канал ТНТ. Он и газета «Слово нефтяника» стали первыми платформами, на которых начали появляться рекламные ролики и объявления клиентов. Сегодня в этот список входят интернет-порталы и целый ряд ведущих радиостанций страны от «Лаврадио» до «Ретро-ФМ», а также телеканалы «Россия-1», «Первый домашний», «ТВ-центр» и «Пятерка». В общей сложности 36 СМИ в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и поселке Пурпе. Услуги и ресурсы у нас самые разные. Это может быть и бегущая строка, аудио, видеоролики. Ну и все это, конечно, помогает и нашим клиентам, так скажем, нашим предприятиям существовать, развиваться и помогает общаться им с населением города. Если вы не имеете ни малейшего представления о работе специалиста по рекламе, вас ведут в курс дела. Практически ежедневно в издательском доме «Благовест» проходят специальные тренинги. Больше того, свои двери для сотрудников медиа-центра всегда рады распахнуть наши сетевые партнеры. Так, буквально на днях со стажировки на ТНТ вернулась Юлия Брезгулевская, старший менеджер отдела продаж. Какие-то мероприятия проходят здесь, потому что сетевые партнеры, как правило, сами ездят, контролируют и обучают специалистов, которые находятся в регионах. Иногда для того, чтобы именно провести такой тренинг, и чтобы мы пообщались между собой еще в том числе, приглашают нас на данные стажировки. То есть это действительно интересно, действительно познавательно и просто время проходит не зря. Ты вроде бы отвлекаешься немножечко от работы, но в том же случае ты все равно в ней и ты уже просто узнаешь что-то новое. Если же у вас за плечами большой опыт и годы трудового стажа, вам будут рады вдвойне. Словом, если вы креативны, коммуникабельны, полны идей и желаний их реализовывать, двери издательского дома «Благовес» для вас открыты. Резюме можно прислать по адресу, который указан на ваших экранах. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 320-333-320-777. Яна Добровольская, Кирилл Мигель, Григорий Куроптев. Новости нашего города. К слову, не так давно коммерческие службы издательского дома «Благовест» перешли на новую систему продаж. Теперь размещать рекламу или давать объявления, например, в бегущей строке, станет удобнее и, главное, эффективнее. Так, за каждым специалистом отдела продаж теперь закреплен определенный ресурс, будь то сайт, газета, радиостанция или телеканал. Если вы уже определились с платформой для размещения рекламы, вам поможет в этом менеджер, который отвечает непосредственно за нужную вам платформу и знает о ней буквально все. В каких окнах лучше размещать рекламу, какова доля и рейтинг того или иного ресурса, его целевая аудитория. Здесь всегда готовы помочь дельным советам. К слову, после ввода новой системы продаж за размещение бегущей строки, а также информации в доске объявлений, причем вне зависимости от города распространения рекламы, тоже отвечает конкретный отдел. Мы принципиально поменяли систему продаж, и если ранее мы продавали большим скопом все ресурсы, то есть сейчас эти ресурсы они четко структурированы по рейтингам, по доле аудитории, и каждый клиент, обратившись в группу продаж в зоне ответственности, которые свои ресурсы непосредственные, например, там первый канал или канал пятерка, он получит весь спектр необходимых услуг информационных и рекламных качественных по доступной цене. Мы верим в то, что теперь работать с нами станет удобнее, проще и, самое главное, комфортнее. Помимо специалистов в отдел продаж мы ищем и журналистов. Если вы целеустремленные, энергичные, инициативные, любите быть в центре событий и умеете образно выражать свои мысли, то у вас все шансы построить карьеру в журналистике. Своё резюме вы можете присылать на электронный адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. Дополнительную информацию можно получить на сайте mojabresk.rf в разделе «Вакансии» или по телефону 34 61 93. На этом выпуск завершён. Впереди вас ждёт прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Партнёр программы магазин «Поти Сандверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надёжный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдёте качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надёжный ориентир. 17 июля в Слихарде переменная облачность. Ветер восточный, температура 23 градуса выше нуля. В Муравленко без осадков. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура 28 градусов тепла. В Ноябрьске слабая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура плюс 28 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует...